Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизерия, и со мной на связи Александр Мартыненко, директор информагентства Интерфакс Украина. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами поговорим о том, что происходит в стране. И в первую очередь, вот сегодня обсуждают генпрокурора Венедиктову, Ирину Венедиктову, и вопрос, идет ли затягивание дела Приватбанка о выводе миллиардов до национализации, или же мы видим, наконец-то, прозрачный процесс, да, то есть играет она на стороне Коломойского или нет? Как вы видите это? Дело Приватбанка на самом деле решается не в украинских судах. Самая главная проблема для бывших собственных Приватбанка, это, как известно, суд в Лондоне. И именно он принимает решение, примет решение, точнее говоря, исходя из имеющейся информации, не исходя из решения украинских судов. Британское правосудие, как известно, не имеет никакого отношения к национальным правосудиям разных стран, и поэтому, мне кажется, что основной процесс находится как раз там. И, больше того, решение украинских правоохранительных органов, они могут быть связаны, скорее, с решениями британского суда. Это первое. Второе – это тот процесс, который идет в Соединенных Штатах, где тоже речь идет о тех же собственниках Приватбанка, немножко о других делах, конечно, не связанных напрямую с банком, но, тем не менее, связанных напрямую с собственными. И вот там процессы тоже идут параллельно. Там работают и ФБР, работают другие органы американские. И вот именно это, на самом деле, важно. А вот то, что ведет дела прокуратуры, генеральной прокуратуры Украины, мне кажется, для этого процесса в целом, который можно условно назвать Коломойский Украина, это не так важно. Просто 155 миллиардов гривен стоил налогоплательщикам Приватбанк. И я помню, что в 2019 году, когда Владимир Зеленский только баллотировался на пост президента, как раз многие злые языки говорили, что Коломойский его ведет туда специально для того, чтобы получить эту компенсацию. Как вы думаете, если никакой компенсации не будет, если государство Украины будет достаточно жестко настроено в сторону Коломойского и иностранные суды, чего ждать Владимиру Александровичу? Будет ли это какой-то бунт со стороны Коломойского? Вы знаете, не в том, что государство Украины настроено уже, потому что в британских судах государство Украины в лице Государственного Приватбанка является стороной процесса. Поэтому сказать, что оно просто ждет решения британского правосудия, было бы неправильно. Там работает огромная команда юристов, и этот процесс, как известно, продолжается. И в этом смысле, в общем, все равно, какие будут отношения Игоря Валерьевича к Зеленскому после всего этого процесса, потому что просто все решается там, это уже даже от Зеленского не зависит. И проблемы там. И поэтому он может, конечно, разочароваться, может разочароваться еще раз. Но это, в общем, его дело. Никаким образом это... Проблемы-то у него, еще раз говорю, не связаны даже уже с Зеленским на прямую. Поэтому можно, конечно, создать какие-то проблемы действующему президенту, но я не думаю, что таким образом поможет ему защититься в судах Великобритании и потенциально в Соединенных Штатах. Ну вот уже поговорили про заграницу. Давайте теперь про Испанию. СБУ официально объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене. Как вы видите, какие перспективы этого дела? Я не вижу перспективы этого дела, честно говоря, потому что у меня с большим... Я со скепсисом смотрю на будущее всего этого процесса, просто потому что можно предъявить обвинение, следственное действие в виде допросов проводить невозможно в силу того, что он находится там. Я сомневаюсь, что испанский суд выдаст Шария, если будет запрос со стороны Украины. Я также сомневаюсь о том, что Украине удастся заблокировать YouTube-каналы и другие сети. То есть, скорее, это больше похоже на политическую акцию, которая, в общем, тоже понятна, потому что Шарий работает на электральном поле «Слуги народа», поэтому надо это электральное поле защищать. Вот, собственно, идет таким образом защита. Ну и параллельно всем потенциальным партнерам Шария дает сигнал, что, ребят, не надо с ним особенно дело иметь, а то и против вас что-нибудь возбудим. Но реальных судебных перспектив, процессуальных перспектив я пока, честно, не вижу. Слушайте, а это закончится все Анатолием Ширием или будут пытаться запретить партию его? Ну, знаете, у нас все может быть, конечно. Можно и партию попробовать запретить, но на самом деле дело не в партии. Партия не является таким уже серьезным фактором не в местных советах, куда они, конечно, попали во многих случаях, но не имеет решающей роли. И мне кажется, что будем прямо говорить, будем реалистами, партии, это приложение к образу шария, который находится на экране. Поэтому, конечно, для него номер было бы страшным ударом, это блокировка в ютюбе, в соцсетях. Но еще раз, у меня есть большие сомнения, что это произойдет. Поэтому образ его человека будет все равно в компьютерах, он будет на экранах у многих людей, которые будут его слушать. Но по поводу партийного строительства, у меня есть большие сомнения, что это у них вообще получится. Потому что пока еще не было прецедентов до сих пор, когда, скажем так, один блогер, один видеоблогер, ютюб-блогер мог создать работоспособную партию, которая бы претендовала серьезно власть. Это скорее все-таки такой компьютерный персонаж, популярный достаточно, как известно, но все равно компьютерный персонаж. А реальность – это уже совершенно другие вещи, особенно реальность в регионах. Ну, слушайте, вспомните, он, кажется, около 3% набрал на выборах парламентских, и мы вспомним, что сейчас проходной барьер 5, но еще там 10 лет назад он был 3. И, грубо говоря, партия Шария могла бы быть представлена даже в парламенте по предыдущему законодательству. Также местные советы. Она могла быть в парламенте, но это, еще раз говорю, это 3%, действительно, 3-4, ну, 5 максимум. То есть это не партия, которая реально претендует на власть, реально влияет на формирование правительства, на, я знаю, на органы власти какие-то. Это действительно нишевая структура, у которой действительно есть свой избиратель определенный, но много его не будет. Поэтому кого-то особенно, ну, по крайней мере, в ближайшее время, кого-то особенной опасности для судьи народа и для власти она не несет. Это все-таки не я подражаю. Ну и последнее. Почему вот эти вот все вопросы не возникли у наших органов по отношению к Анатолию Ширию до выборов в местные советы? Да не знаю, я, честно говоря, как у нас работают органы правоохранительные, но, видимо, я не считаю, что это опасность. И вопрос тут даже еще рыв. Все эти решения принимаются не потому, что он кому-то угрожает, а потому, что власти надо продемонстрировать для части населения Украины о том, что она решительна. В качестве предметов для демонстрации избрали в данном случае Медричака и Шария. Могут быть другие какие-то варианты. Мало ли у нас политиков. Надо показать людям, что они серьезно устроены, они решительны, они способны принимать решения. То есть это возвращается вот это выйдет из вице-разбинок? То есть это вот начало президентства Зеленского? Ну да, да, да. Выйдет только теперь то же самое, только образом разбуждения уголовных дел. Это нормально. Но, может, это или нет, я не знаю. Мне сложно сказать сейчас оценить влияние именно таких решений именно на электрот «Слуги народа». Я понимаю, что там избиратели Порошенко этому, в общем, мысленно аплодируют. А, значит, при этом продолжают не любить Зеленского. А все остальные «Слуги народа», насколько это все на них повлияет, такая сложная. Но дело в том, что тут даже они думают, я думаю, не в электоральном поле, еще раз говорю, а смене образа президента с такого, с человека искусства, культуры, значит, шоу и всего остального в такой решительного и, значит, решительного игрока на политическом поле украинского. Поскольку со своей фракцией проблемы, как известно, там ее собрать тяжело, они голосуют трудно, то, значит, видимо, принято решение выйти за пределы этой партии, показывать всем остальному народу, что все-таки нет, мы все-таки факторы, нам надо, нас надо бояться. Это уже обращение к потенциальным противникам, а приглашение потенциальных партнеров, приходите к нам, мы способны на решение. Это, в общем, в определенной степени смена образа. Конечно, Зеленского. Получится или нет, главное то, чтобы все эти действия были, а, системными, б, они как бы не были спонтанными, когда ищется что-нибудь для того, чтобы просто показать о том, что мы существуем, а существует какой-то порядок действий, которые заранее продуманы, тогда это, в общем, успех принесет. Если это будет на уровне пиар-компании, нет. Александр, большое спасибо. С нами был Александр Мартыненко, директор информагентства Интерфакс Украина. Я, Инга Мизеря, с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok